Всем привет, дорогие подписчики и зрители, с вами Григорий Эджиот. И в этом видеоролике я хочу поговорить с вами насчет того, что вообще ждет мой YouTube канал после июня 2023 года. Если говорить конкретно, то я хочу с вами поговорить на тему того, что я планирую сделать после того, как я закончу 9 класс и после того, как я сдам экзамены. Ориентируюсь на конец июня, начало июля 2023 года. В таком случае у меня есть несколько вариантов исхода событий, то есть что я могу вообще сделать после июня 2023 года на своем YouTube канале. Итак, первый вариант исхода событий это то, что возможно в июле этого года я запрошу канал Григори Эджиот и перееду на другой канал. Как этот новый канал, на который возможно я перееду, я еще не решил как он будет называться и что там вообще будет. Либо это будет то же самое, что на текущем канале, либо это уже будет что-то другое, но уже для других зрителей. И на то есть причины возможного исхода события, а причина простая, это низкая активность на канале. Почти под каждым видео я наблюдаю то, что число просмотров в среднем составляет от 50 до 60, в редких случаях до 80. Но порой возникает и ничтожное количество просмотров, а именно 10 просмотров, 15, 20 и 30 просмотров. В редких случаях даже 7 просмотров. И как верно мне подметили друзья в телеграме, вконтакте, да и просто ютуберы, которые ведут свой ютуб канал, они заявляют, что у меня низкая активность объясняется тем, что мало кто смотрит видео под рукой тематики, да и чаще всего смотрят ради моих старых видео, выходивших с 2018 по 2020 год, когда мой канал назывался Глеб Телезионщик или ЯКОНОР 2001. И именно этим объясняется низкая активность на моих видео, связанных с Ace Attorney, в том числе и проекта Вопрос-Ответ, который я делаю через Objection.Vol. Ну что ж, с первым вариантом исхода событий мы разобрались, а теперь переходим ко второму варианту. Второй вариант исхода событий заключается в том, что я, возможно, останусь на этом канале, то есть никакого переезда на другой не будет. Объясняется это тем, что мне жалко расставаться с каналом, на который я потратил 8 лет, начиная с основания этого канала. Спешу напомнить, что мой канал был основан 1 октября 2015 года, когда мне в этот момент исполнилось 9 лет и мне подарили первый смартфон марки Тесла. Однако активно снимать видео на своем YouTube-канале я начал с года 2018, когда мне подарили уже другой смартфон на смену у Тесли. И именно тогда, с 2018 года, я начал активно снимать видео и заниматься стримами. И именно тогда я сдружился с большим количеством людей, которые помогли мне в развитии канала. И тут уже становится ясно, что расставаться с этим каналом очень трудно, поскольку у этого канала, можно сказать, очень богатая история. Богато именно в плане знакомства с людьми, популярные видео и, конечно же, достижения в плане, достижения определенного количества подписчиков. Вот, кстати, напомню вам, что в сентябре 2018 года я однажды достиг отметки 500 подписчиков. А теперь, друзья, перейдем к третьему и, возможно, трагичному варианту исхода событий. Почему я этот вариант решил назвать трагичным? Решил я так назвать, потому что, возможно, в июле 2023 года я сделаю видео, в котором я сделаю открытое заявление. Заявление в плане того, что я ухожу из YouTube. Если говорить вкратце, то, возможно, в июле 2023 года я просто уйду с YouTube. То есть, есть вероятность того, что я, возможно, в июле 2023 года я этот канал закрою. И тут есть два варианта. Либо я закрою, можно сказать, доступ ко всем видео, которые имеются на канале, либо я просто оставлю все как есть. То есть, я оставлю этот канал, но просто добавлю приписку «Заброшен». А все видео, которые имеются на этом канале, останутся без изменений в открытом доступе для всех зрителей. Скажем так, на память. В принципе, это все варианты исхода событий связаны с каналом, который ожидает его в конце июня-начале июля 2023 года. Насчет группы ВКонтакте, в чатах, в Телеграме и в серверах Дискорд, ну, тут все сложно. Сложно в плане того, что я не определился. Либо это все, что я перечислил, останется в Москве в открытом виде, то есть, группа останется на месте, чат и серверах тоже. Либо я это все в Москве закрою. Дорез проектовый город в Майнкрафте тут тоже все неоднозначно. Раз уж говорим про айсатус, то тут хочется сказать следующее. Сервера по айсатусу в Майнкрафте, возможно, не будет. А вот насчет карты тут тоже неоднозначно. Либо эта карта будет в открытом доступе, то есть, все могут скачать и походить, собственно, ручно по айсатусу, либо в закрытом доступе, то есть, все будет в моих руках. А на этом мой ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вы думаете по этим вариантам исхода событий. Да и вообще по этому ролику в целом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заглядывайте ко мне в чат в Телеграме, в группу ВКонтакте и на мой сервер в Дискорд. Также вы можете поддержать мой канал финансово. Для этого есть бусти и Донейшн Алёртс. Все ссылки в описании под видео. Спасибо всем за просмотр. С вами был Грегор Эджорд. До скорой встречи.